МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идея, она не приходит, она постоянно витает в голове и воплощается, и в конечном итоге в коллекции какие-то. То есть у художника работа такая. Что для вас этот подиум, этот показ сегодня, здесь, сейчас? Приятное ощущение осталось после показа. Мне кажется, что зрителям тоже понравилось. Во всяком случае... Да, определенно, да. Это мужское половине. Во всяком случае, мужское половине. Ведь на самом деле женщина не только для себя, но и для своего любимого мужчины хочет быть королевой. А в образе королевы каждая деталь, в том числе и нижнее белье, играет в вашу нюанс. Здравствуйте. Расскажите о основном концепте ваших нарядов. Потрясающие работы. Моя коллекция как крылья бабочки. Легкая, прозрачная, воздушная. Очень много сетки, кружева, фактуры. Это добавляет легкости и изящество образу. А что навеяло такую интересную идею? Любовь к пастельным цветам. Они самые нежные и самые естественные. А что для вас этот подиум, вот сегодня, сейчас, эстет? Это замечательная площадка для демонстрации своих коллекций. Всегда очень приятно иметь дело и представлять свои коллекции здесь. А какие ваши дальнейшие ориентиры? Возможно, мода за рубежом, какая-то другая. Ну, ориентиры, ну, скажем так, на за рубеж я не ориентируюсь, поскольку мне хочется радовать российских женщин, и я патриот в какой-то степени. Плюс я понимаю, что мои вещи — это определённая стилистика, это концепт, который нужен здесь, скажем так. Расскажите, пожалуйста, о своей коллекции. Моя коллекция основана на чувствах. Самое великое чувство в мире — это любовь. Она есть разноплановая, от неё можно получать и позитивные эмоции, также негативные. Но я старалась в коллекцию вынести самое хорошее из этого чувства. Показала самое прекрасное, выразила это через розы, воздушность тканей, лёгкость, что-то новое, что-то тёмное, что-то светлое. То есть разноплановое, как сама любовь. Скажите, что для вас этот показ здесь сейчас? На самом деле это очень престижный показ. Очень всё мне понравилось по подготовке. И для меня это хороший уровень. Показать на таком... На самом деле для меня даже подиум — это мечта, наверное, такого масштаба подиума — это мечта моя. Вот, одной мечтой стала меньше. Расскажите, пожалуйста, какие эмоции вы сейчас испытываете после такого замечательного показа, такого сказочного дизайнера? Меня связывает такая, знаете, человеческая дружба с Ирочкой Степановой, с прекраснейшим нашим российским дизайнером. Я узнала о ней совсем недавно, буквально полгода назад. И увидев её работу, честно говоря, я узнала о ней из Инстаграм. И потом подтверждение её таланта... Ну, не нужно было, конечно, подтверждение, потому что видно было всё на лицо. Но мне сказала моя подруга, Светочка Герасимова. Поэтому как-то звёзды так сошлись в том, что у меня был юбилей в этом году. Я попросила Ирину в качестве, ну, такого эксперимента сшить для меня платье в день моего дня рождения. И также сшить платье для моего клипа, который мы снимали вместе с моей дочкой Аришей, как раз в день моего юбилея у меня дома. Просто у меня новый дом, и это был первый мой день рождения, который встречала в своём собственном доме. И клип этот же день решила снять. Поэтому Ирочка вот такие нам создала красивые модели, наряды. А потом Ира как-то вот приезжала в гости со своим супругом ко мне домой, и мы просто подружились. И, видя работу Ирины, я, получив предложение участвовать в таком вот ангажементе, новом в драматическом театре от выдающегося режиссёра Иосифа Рахельгауза, я подумала о том, что вот костюмы для этого спектакля должна создать точно Ирина, потому что она создаёт праздник, она создаёт вот такую, знаете, грациозность, она создаёт парадность, она создаёт изыск. И так и получилось, что мы с ней договорились, и Ира стала дизайнером моих костюмов для моего спектакля. Вот, ну, прежде всего, я хочу сказать, что Ира совершенно необыкновенный человек, открытой души, доброго сердца. Для неё никогда деньги не стоят на первом плане, но, вот, вы знаете, это человек, для которого хочется делать всё. А какие эмоции я испытываю, ну, я сразу должна сказать, что есть, конечно, разница, подиум — это не сцена, там, театр и не сцена концертного зала, но я сегодня здесь для того, чтобы просто сделать приятное Ире, для того, чтобы быть радостной от того, что я надеваю красивое платье, которое соткано её руками и руками её мастеров. Поэтому это просто прекрасный вечер, и я, Иру, когда мы вместе шли уже после показа, я её просто благодарила за ту красоту, которую он создаёт. Не только для меня, а для всех тех женщин, которые могут наслаждаться вот этим праздником. А вот в повседневной жизни какие бренды, каких дизайнеров вы предпочитаете? Я вообще не придаю значения ни брендам, ни дизайнерам. Мне важно, чтобы одежда была красивой, чтобы она была приятной, чтобы она была удобной, чтобы она была, ну, интересной, чтобы она выглядела на мне красивой. Я не следую тенденциям моды, потому что я не знаю, кто эти тенденции сегодня придумывает. Такое впечатление, что это собрание людей, знаете, сели и договорились. Давайте сегодня в моде вот штаны, вот с такой, простите, висящей мандой. Ну, я просто понимаю, что я никогда не надену такую одежду, такие брюки или, не знаю, штаны, или не надену платье с кедами. Ну, то есть это, мне кажется, такие стереотипы, которые создают сами люди. А на мой взгляд, модно то, что подчеркивает достоинства, скрывает недостатки. То, что идет к конкретному человеку. Скажите, вот сейчас все течет, все изменяется. Вот какой, на ваш взгляд, сейчас должен быть образ современной женщины? Как вот в восприятии от Анастасии Волочковой? Вы знаете, я вообще против любых образов. Я считаю, что женщина должна быть прежде всего настоящей, она должна быть искренней, ничего себе там не лепить и не пытаться изображать, а просто должна быть вот такой, какая она есть. И естество, настоящесть и изыск – это сегодня очень редкие качества в женщинах. И если женщина больше готова дарить, нежели получать, то в этом и есть ее величие. Я с пяти лет мечтала стать балериной, и я ею стала, проходя любые испытания, противодействия, и все, что было мне суждено пройти. Поэтому моя цель достигнута, но у меня впереди очень много всего интересного, и я не останавливалась на том, чтобы быть только классической балериной. Я создала свое современное шоу, оно продолжается сейчас. Сейчас у меня в преимуществе, и больше всего я уделяю внимание проекту, моему благотворительному Анастасии Волочковой «Детям России». Это благотворительные концерты, на которые все зрители приглашаются совершенно бесплатно. А в каждом из концертов участвуют талантливые детские танцевальные коллективы. И таких концертов за прошлый год у меня было только 60, но за прошлый год – 58. В общем, я на правильном пути. Сейчас у меня ангажемент в драматическом театре, как я сказала. То есть это драматическая работа в постановке Иосифа Рехельгауза. Сейчас уже поступают новые предложения из драматических театров. Я также получаю предложение сниматься в кино. Готовлю новое шоу. Набрала только что свой новый шоу-балет. В общем, вы знаете, у меня очень много всего. Дописываю свою книгу новую. Первая была написана мной пять лет назад. «История русской балерины» называется. Я мечтаю, чтобы на земле был прежде всего мир. Чтобы он был в каждой семье, в каждом доме. Ирина, примите искренние поздравления. Коллекция просто шикарная, сказочная, легкая, воздушная. Расскажите, сколько времени потребовалось на то, чтобы создать такой шедевр? На самом деле не так много времени. На самом деле буквально четыре последние платья мы закончили буквально вчера ночью. Была проделана огромная работа, но это стоило того. А чем вдохновлялись, когда вы создавали такую коллекцию? Я на самом деле ненавижу, когда мне задают такой вопрос, потому что на него очень тяжело ответить. Если бы я сама знала еще, чем можно вдохновиться. Но на самом деле нет. Прежде всего я, скорее всего, наверное, сначала вижу какую-то красивую ткань, либо какую-то модель, скажем, красивую девушку. Думаю, что бы ей подошло, куда бы она это одела. И вдохновляюсь, конечно, моими клиентами. Иногда бывает такое, что они приходят, и я уже вижу новый образ для них, чтобы, соответственно, сшить уже это изделие. А как было принято решение позвать в качестве ведущей модели Анастасию Волочкову? Дело в том, что мы с Настей очень давно дружим, общаемся. Я ее дизайнер, мы ей сшили много платьев, много луков. Она ко мне обращается довольно часто. Практически каждую неделю мы что-то шьем. В частности, я сама даже лично это делаю. Ну и, соответственно, поэтому позвали ее. Она даже сама настаивала, чтобы прийти и поучаствовать. Дружеские связи всегда хорошо. Скажите, а вот для ее дочки вы тоже создавали платьев? Мы, кстати, об этом сейчас как раз думали. О том, что пора бы уже и дочери что-то сшить уже, одеть. Скажите, вот сейчас все течет, все изменяется. Какой, на ваш взгляд, образ современной женщины от дизайнера? Я поняла. Смотрите, это должна быть, прежде всего, должны быть такие качества в человеке, в образе, да, как утонченность, женственность, грация, красота, безусловно. Я думаю, что девушки, в принципе, вот, например, мои модели и так шикарные, красивые, но платья все равно придают ей еще больше. И, на самом деле, наши модели, платьев имеется в виду, фасон, больше всего направлены на то, чтобы подчеркнуть женские достоинства. Ну, там, может быть, иногда какие-то недостатки скрыть, но чаще всего подчеркнуть достоинства. Так как вы видите, что у нас всегда очень классные, там, вырезы, разрезы и так далее, все сексуально, красиво. Продолжение следует...